Экстра мяу, котаны! С вами самый народный топ в мире, топ 5, дай 5! И с вами мы, Валек Илья. В сегодняшнем топе вы увидите один из столбов, на которых держится интернет, пятерку пород котов. Порода, которую называют добрыми гигантами. Коты, славившиеся своими размерами, а также по легенде появившимся от скрещивания с енотом. Мейн-кун. Лесто номер 5. Первым мейн-куном считается кот по кличке Капитан Дженникс из Морской Кавалерии, которого показывали на выставке в Бостоне в Нью-Йорке в 1861 году. Кошки этой породы произошли от кошек из штата Мэн. Мейн-куны гораздо крупнее обычных кошек. Так, самцы могут весить до 8, а самки до 6 килограмм. При этом рост кота превышает 1 метр. Благодаря таким размерам, мейн-куном приходится есть в несколько раз больше, чем другим домашним кошачьим. И к тому же, в основном, мейн-куны предпочитают натуральную пищу сухому корму. Кстати, мейн-куны очень любят играть с водой. К тому же, их шерсть, благодаря эволюции, стала почти водостойкой, так как в штате Мэн много дождей. Представители породы мейн-кун довольно умные и прекрасно уживаются с людьми. Их лапы приспособлены лучше, чем у других кошек, а мяуканье скорее напоминает курлыканье. Кошки, являющиеся достоянием России. Природный охотник из самой русской глубинки порода сибирские кошки. Место номер 4. Впервые о кошках, которые по описанию похожи на сибирских, было упомянуто в публикациях 16 века. На тот момент кошки назывались бухарскими и были распространены по всей территории России. Сибирская кошка это единственная в России аборигенная порода, поэтому никто точно не знает, когда и как сибирские кошки появились в Сибири. Одни источники говорят, что благодаря сибирским ханам, другие, что вместе с торговцами из азиатских стран. Сибирские кошки умны и легко поддаются дрессировке, поэтому они так популярны среди населения. Так, у премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева дома живет сибирская кошка по кличке Дорофей. Благодаря своему темпераменту, схожему с собачьим, сибирскую кошку часто называют сторожевой. По преданию, раньше некоторые монастыри заводили сибирских котов в качестве сторожевых собак. Короткошерстные, гибкие кошки, которым очень нужно людское внимание. Сиамские кошки. Место номер три. Порода сиамских кошек появилась 600 лет назад в Таиланде, но мир увидел этих кошек чуть позже, в 19 веке, когда англичане привезли их в Европу. На родине сиамских котов боготворили, как проводников в последний мир. В 1884 году сиамский правитель отправил несколько десятков кошек в Англию, королеве Виктории. После этого в 1901 году в Англии возник клуб любителей сиамских кошек. Сиамская порода котов имеет тонкое и гибкое тело, длинный хвост и голову кленовидной формы. У сиамских котов светлая шерсть с темными лапами, хвостом и головой. А главное из всей внешности этой породы это глаза. Они всегда ярко-голубые. Сиамские коты очень живые и энергичные, так что зачастую лучше заводить кошку поспокойнее. Но вся энергетика этой породы хорошо сочетается с высоким интеллектом и дружелюбием. Сильные, добрые, умные кошки средне-больших размеров из Англии. Британская короткошерстная кошка. Место номер два. В 19 веке британцы захотели вывести чисто английскую породу кошек. С этого и началась история британской короткошерстной породы. Англичане начали скрещивать наиболее красивых кошек, закрепляя лучшие качества. В итоге получилась независимая кошка со множеством самых разнообразных окрасов и превосходным иммунитетом. Правда у котов данной породы есть большая чувствительность к холоду. Это одна из пород кошек, которые предпочтут уединение возможности быть потисканными хозяином. Также благодаря этому британские короткошерстные не доверяют незнакомым и не дадут себя погладить. При этом достаточно игривые и несмотря на всю свою массивность ловкие и быстрые. Мюкают кошки этой породы достаточно редко и в основном только с хозяином. Также при своем размере едят не очень много. В общем, средняя такая кошка-интроверт. Наконец и наш победитель. Порода котов встречающаяся у нас чаще всего и, наверное, поэтому самая популярная. Без особых замашек дворовые суровые коты. Первое место. В России самой распространенной породой котов можно считать обычных дворовых. Это коты, которые либо не попадают под другие категории, либо помеси, либо просто бежавшие или выгнанные из своего дома. Отличительной стороной таких котов это крайне недружелюбный характер, как к своим сородичам, так и к людям. Исключение есть разве что для бабушек, которые их подкармливают. Гаррисон Вэйр писал. Обычная дворовая кошка умеет выживать в самых тяжелых условиях. То, что она существует, лучшее доказательство силы и выносливости ее натуры. Так и есть, ведь в дворах коты часто дерутся между собой, деля территорию или еду. Именно поэтому очень многие из дворовых котов остаются без хвоста, уха или даже глаза. Но, несмотря на это, можно заполучить замечательного друга, такого же преданного, как кот Матроскин. Так, что не стоит гоняться за персами или русскими голубыми котами, выйди на улицу и приюти животное, которое будет благодарно тебе до конца жизни. И это были самые мяу-мяу-мяу коты, за которых проголосовали именно вы. А с вами были Валек и Илья, и это был самый народный топ в мире, топ 5, дай 5. Помните, если вы не ставите лайки и не подписываетесь на канал, то каждую секунду в мире расстраивается один котенок. Плюс не забудьте зайти в нашу группу ВКонтакте, потому что там вы можете проголосовать в топах. Ну и не забывайте зайти на наш канал с Вальком, там выходят трэш-шоу Лузеры и передача в Джобователе. Ну, в общем, всем пока. Я буду рад, как кот Матроскин, чей бутерброд не упал колбасой вниз, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь топ 5 советских фильмов и 10 нелепых смертей. Субтитры сделал DimaTorzok